Финальные соревнования 35-х летних сельских спортивных игр прошли на Волжском стадионе имени Логинова. За титулы награды в 11 видах спорта, русской лаптей, перетягивания каната, волейболе и мини-футболе сражались около 900 участников из 33 районов области. Наш корреспондент Никита Пятков пообщался с участниками. Для многих участников ежегодные спортивные соревнования среди сельских поселений – это главный старт в жизни. Помимо борьбы за медали в индивидуальных первенствах, каждый спортсмен надеется вывести свой районный центр в число лучших по всей области. В этом году на соревнованиях были представители всех 33 районов нашего региона, а общее число участников достигло почти 1000 человек. На торжественном открытии почетное право поднять флаги было предоставлено победителям прошлых игр Ленинскому и Руднянскому районам. На протяжении трех дней команды соревновались в 11 видах спорта. На территории спортивного комплекса разыграли комплекты медалей по мини-футболу, пляжному волейболу, настольному теннису, шашкам, шахматам, таким как лапта и городки. Примечательно, что несмотря на малочисленное представительство участников в старорусских играх, уровень подготовки спортсменов весьма высок. Шесть лет занимаюсь, приезжаю четвертый раз, получается, двухкратный чемпион области. Приезжаем, постоянно видим те же самые лица, бывает только там пару человек новых игроков в командах, уже почти, ну, прикатанные, в принципе, к каждой команде. И зависит все уже от обстановки на самом поле. Вид спорта, который только начал развиваться. И вот седьмого класса мы потихоньку осваивали, изучили положение и после этого уже начали выступать на соревнованиях районных и далее уже на область. На беговых дорожках стадиона районы представляли семейные команды. Состязались они и в других дисциплинах, что как нельзя лучше доказывает положительную специфику проведения подобных стартов. В соревнованиях я начал принимать с 1994 года, еще в прошлом веке. И по сей день никак не закончил. Сам являюсь неоднократным чемпионом этих соревнований, призером. В прошлом году был серебряный номиналь завоевал, но сейчас тоже. Несмотря на возраст, нравится мне такой спорт, а поднимать тяжести. Мне когда нравится пиво пить, сигареты, а мне ходить в спортзал, пробежать, кросс. И, как говорится, на своем примере увлечь ребят. Дочь привез свою студентку Академии физкультуры, она учится. 21 год, она кандидат в мастера спорта. Я занимаюсь порядка шести лет, являюсь кандидатом в мастера спорта. Мне очень нравится вид, которым я занимаюсь. Это очень воспитывает дух. И я занимаюсь спортом так же, как мой отец. Участвую в сельских играх уже, наверное, четвертый раз. И являюсь постоянным победителем данных соревнований. Приветствовала участников в юбилейных сельских соревнований Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Волгоградский посол чемпионата мира 2018 года Лариса Ильченко. Я второй раз уже подряд открываю эти соревнования с большим удовольствием. Мы видим, что действительно здесь собираются сильнейшие представители своих районов, сильнейшие спортсмены в своих дисциплинах. И все от мала до велика принимают участие с удовольствием в этом спортивном мероприятии. В этом году в общекомандном первенстве победу одержал Жирновский район. На второй строчке расположился Руднянский. Замкнул же тройку призеров Паласовский районный центр. А вот чемпионы двух предыдущих первенств Ленинский район заняли обидное четвертое место. Как отмечают организаторы, областные сельские игры по масштабу и размаху могут сравниться с международными состязаниями. Здесь действительно присутствуют активные спортсмены, которые занимаются, скажем, спортом высших достижений, непрофессионально. Естественно, в районах, как правило, это те маячки, на которых обращает внимание именно подрастающая молодежь. Вот это одна из главных задач этих сельских спортивных игр. Дух борьбы, сопряженный с дружеской атмосферой на стадионе имени Логинова, наверняка запомнится всем участникам чемпионата, которые с нетерпением будут ждать спартакиады в следующем году. Никита Питков, Роман Миколенко, 234.